Приветствую вас, и что мне бросилось в глаза, во-первых, по мере чтения вашего сообщения. Во-первых, мне бросилось в глаза то, что человек совершил самоубийство, и это его личная внутренняя драма, его личный внутренний конфликт, к которому вы, скорее всего, чувствуете себя причастны. То есть вы причастны к этому самому конфликту, вот к человеку. И для вас этот конфликт, он существует и сейчас. По прохождению, точнее, по прошествии года, вы все равно держите себе эту самую драму. Вот и есть эта драма, драма, которую вы, вероятнее всего, не понимаете. Вы не отдаете себе отсюда в том, почему человек так поступил. Будучи социально благополучным, будучи социально успешным, вы, наверное, ведете себя достаточно независимо от других людей. И эта самая независимость мешает вам, в некотором роде, вам нужно доверить кому-то свои переслания. Потому что, вообще говоря, довериться кому-то, вообще говоря, как-то, знаете, проявить свои эмоции, проявить свои чувства нужно. Но вы этого не делаете. Почему? Есть какой-то внутренний блок. Значит, если говорить о вас, то у вас к этому человеку были, ну, определенные потребности, определенное значение он для вас имел в том, вот, что касается ваших отношений. И он ушел, и ушел вот так, трагично. Вы этого, конечно же, не то чтобы даже не осознаете. Может быть, вы и осознаете. Просто вам нет возможности сейчас как-то продолжать реализовывать ваши потребности. Я бы вот именно так бы сказал. То есть, нет возможности реализовывать ваши потребности. И возникает вопрос тогда. Вопрос, как мне думается, достаточно важный. А вот, что это за потребности? Какие они, они? Что они из себя представляют, эти потребности? Вот об этом можно, в принципе, с вами поговорить. Что вы потеряли, когда этот человек ушел? Вот тот, который совершил самоубийство. Что вы потеряли? Дальше. Следующий момент. Это момент того, что вы, значит, пребываете в состоянии тревожности. То есть, вот это вот ваше ощущение, что вы просыпаетесь и вам больно, вы не понимаете, почему тогда, это переводится. И вполне нормально, что когда и если происходит такая ситуация, такая критичная ситуация, такая драматичная ситуация. То есть, вполне нормально, что взгляды другого человека меняются. Но, видимо, поменялись взгляды не ваши. У вас, видимо, все осталось так же, как и было раньше. То есть, чисто внешне, ничего не поменялось вообще у вас. Если это так, то нужно сразу, отдельно сказать, что изменения нужны. Без изменений нельзя говорить о том, что вы как-то изменитесь сами. Как-то переживете эту ситуацию и начнете жить дальше. То есть, нужно понять, что у вас у самой поменялось после того, как вот этот человек, да, так учился в самоубийстве. Что изменилось? Вот этот аспект также важен. Важен для вас, конечно же, в первую очередь. И важен для того, чтобы вы смогли строить свои отношения с людьми на основе как раз таки доверительных принципов. А это невозможно, пока вы держите какие-то вещи в себе. Ну, объективно, у вас не получится, к сожалению, выстраивать отношения с людьми, если вы не решите конфликт в себе. Теперь, по поводу того, что вы спрашиваете, собственно говоря, какой метод направления лучше выбрать, метод направления работы. А я бы достаточно посоветовал бы вам, порекомендовал бы вам, точнее, метод работы такой, как, например, психоанализ. Личностное ориентирование. Может быть, даже коуч. Но коуч – это уже потом, когда и если будут решены ваши основные конфликты. Наверное, психотерапия, скорее всего, психотерапия, потому что определенные не пережитые вами эмоции, как уже упомянули коллеги, давят на вас, не дают вам нормально, спокойно жить, и это вам мешает. То есть, вам нужно, вам нужно, чтобы человек, во-первых, в первую очередь нашел причину, по которой с вами происходит то, что вот мы сейчас имеем место здесь видеть. Это первое. Второе. Второе. Чтобы человек, ну, в данном случае специалист, решив проблемы, помог вам двигаться дальше. Из этого я заключаю примерно следующее, что сперва у нас работа, значит, терапия причин, а потом консультирование. То есть, вот это основные моменты, первая терапия причин, а потом консультирование. Потому что вы, человек, достаточно осознанный, или, правильнее сказать, наверное, лучше осознающий себя, чтобы менять свое поведение. Не только поведение, основанное на причинах, но и еще поведение, основанное на дальнейшем личностном росте. Вот это для вас, ну, наверное, является основными направлениями. То есть, еще раз, терапия причин и терапия, так сказать, личности, ну, или психологическое консультирование, если угодно. Потому что то, как вы живете сейчас, то, как вы организовали свою жизнь сейчас, это, может быть, и устраивает вас с точки зрения социальных ролей. Да, то есть, вот, социальные роли, вы отыгрываете свои прекрасно. Но, это не подходит для личностного роста и для счастья. Потому что, если я правильно вас понял, то имеются некоторые проблемы с личной жизнью, имеются некоторые проблемы с построением отношений, может быть, даже с мужчинами и так далее. То есть, эти все моменты нужно решать. И вот, в зависимости от того, ну, как бы, захотите вы их решать или нет, вот, в зависимости от этого и будет выстроена работа с вами. То есть, понимаете как, причины этого могут быть разные. Может быть, у вас в детстве, вот, причины того, что с вами произошло. Может быть, вас это потрясло так сильно, потому что в детстве вы там тоже были брошены. Это считается, что человек глубине души и танцы вас бросил. Вот, который, значит, очень близкий для вас человек. Может быть, вы действительно несете себе вину за его смерть. То есть, причин до этого может быть много. И в зависимости от причин, и работа, соответственно, выстраивается. Опять же, не нужно забывать о том, что у вас свой темперамент есть, свой характер есть, своя личность, свои какие-то устои. Вот я, например, скажу вам, что вам надо с их аналитиком работать. Что это все исключительно, например, из-за нереализованного либидо, да? Лебидозное влечение. И вы мне скажете, ну, что это за такой дилетант? То есть, для вас это неприемлемо. Ну, какие-то модели работы могут быть для вас неприемлемыми. И навязывать вам их определенные методы работы было бы неправильно. Потому что вы ведь для чего спрашиваете? Вы спрашиваете про методы работы для того, чтобы понять, чего я, собственно, вот ожидать от работы со специалистом. То есть, вы уже будете настраивать себя на программирование беседы. А этого делать нельзя, категорически нельзя. Настраивание себя на беседу – это вред. Это прямой вред вам. Это прямой вред вашим отношениям. И это, к сожалению, никакого решения проблем, изначальной проблем не даст. Вот и все. Вот именно так я и думаю ответить вам на ваши вопросы. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас дополнительные остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо.